За ходом солнца появляется первая звезда на небе и начинается отчет 24 часа Шаббат Шалом. Встречаем субботу, встречаем господина субботы и господина всех 613 законов и 365 повелений и всех-всех правил установлений и всех заповедей, которые Всевышний по любви своей к нам, людям, грешникам даровал. И это благословение быть исполнителем закона. Благословение. Выше не знаю. Я зашел сегодня в магазинчик один, открылся грузинский. И хотел что-то там попробовать, как они готовят грузины. Грузинская кухня очень вкусная. И начал в меню смотреть и сразу спрашиваю, а это что за мясо? Они честные, свинина. Ага. А что мне без свинины? А вот есть у нас вот такое вот там. Без свинины. Хорошо. Беру, беру. И, конечно, когда вы соблюдаете кашрут ежедневно, ваше здоровье начинает умножаться резко. И вы уже не ощущаете тяжести своих лет. Наоборот, вы чувствуете, что вы сочные, плодовитые, как в юности. И у вас есть такой потенциал внутри, которого не было никогда. И если вы живете праведной жизнью, циткейну, и вы соблюдаете кашрут, закон, все заповеди, все божьи постановления, ваша жизнь приобретает другой абсолютно уровень. Другой. Потому что закон, он есть путеводитель к Ешуаха Машеху. Встреча с личностью Ешуаха Машеха никого не оставит таким, какой он пришел. Мы все изменимся. Мы не все умрем, но мы все изменимся. Я говорю 144 тысячам Ешурунов, Шайфтимов, которые Всевышний собирает 5 тысяч в 779 году, 3 числа месяца, который называется Хэшван. Хэшван. Это месяц твердого духа. Это месяц, когда скорпионы выходят на землю, и Аполион начинает эпидемии, поражающие незащищенных людей, беззащитных, которые не знают слова Песах и не знают силу крови Юдгейва, Гешуаха Машеха. И не знают общения с Когенгадолем. Они в зоне риска. Это группа риска. И наша ответственность возвестить, что еще немного, и очень немного, 900 дней, и грядущий придет и неумедлит. Примерно 900 дней, мы вчера с вами считали, осталось до возвращения Машеха. И если мы с вами бодрствуем и трезвимся, то мы будем в таком ожидании, в таком, да ничего мне не надо, что мне надо, что там, какие там проблемы житейские. Сатана сейчас кинул на всех ешерунов атаку отвлечь, отвлечь от ожидания, отвлечь от праведных слов, отвлечь от чистоты, от святости, уйти какие-то там дрязги, разборки, судилища, позорище и так далее. Что тебе здесь надо, что тебе на этой земле, человек, ты что? Держитесь, Господа, держитесь его. Все отдайте, все. Снимают рубашку, отдай ему пиджак. Нехай, как говорила эта актриса, подавится. Нехай ему будет хорошо и тепло. А мы не пропадем, с нами Всевышний. Мы не пропадем. Он не даст нам ни на севере, ни на юге, ни на востоке, ни на западе пропасть. Мы на особым счету, отмеченные печатью. Вы что, запечатанные? О чем вы говорите? Какие проблемы? Какие, какие бесы? Какие там люди? Да кто ты, что боишься человека, которого дыхание в его ноздрях? Сегодня он есть, а завтра уже приглашают тебя на похороны. Звонят уже, а ты знаешь, вот этот умер, хороший человек. О, Зохенвей. Жизнь человека, как пар. Является на маленькое время, и потом исчезает, исчезает, исчезает. Я уже столько перехоронил, столько уже исчезло из моей жизни, и помощников, и посторон, и епископов, и каких-то друзей, и недруг, и враги, и недоброжелатели. Столько всех. Иногда сидишь, вот так вот вспоминаешь, так Дух Святой показывают, картинки идут, и ты думаешь, да, действительно, а где же Славик? А, Славик же уже лет пять как нету. Славик был у нас пророк, такой пророк хороший. Ну, так он Бога слышал, видел все, переживал. Ну, был такой он немножечко самостейный, такой, незалежный. И незалежность довела Славика до кончины безвременной. Поэтому незалежности нема, не иснует. Нема такого понятия. Нема. Есть залежность. И чем больше 900 дней, это 900 раз усиливается моя зависимость от Когенгадоля, от Святого Духа. Потому что наступит время, когда до бомбоубежища не добежишь. И вот только одно, Всевышний, под покровом покоюсь, берешь причастие, садишься с семьей и делаешь причастие и поешь. Есть сила в крови, Ешуа, есть сила в крови. И бомба летит, а потом траекторию над твоим домом сменила, упала, еще и не взорвалась. Вот так было в Грозном. Когда была Чеченская война, компания, Россия воевала с Чечнёй, все забыли уже. И чеченцы убивали россиян сотнями, десятками. Множество погибло. Но молитвенный дом был в Грозном. Два случая я расскажу. Первый случай. За один год до начала войны, один набожный, хороший Ешурунчик молился. Я его знаю, встречались, он рассказывал. И он сначала приснился сон. Во сне он с чемоданами собирается, переезжает. Потом он начал молиться. Господи, что ты хочешь сказать? Знаете, Ешуруны, они все время спрашивают Всевышнего на все вопросы. Получают ответы от него лично. И Всевышний ему говорит, продавай дом и переселяйся в другую землю, которую я тебе укажу. И показывает ему Крым, Ялта. И он очень хорошо продал частный хороший дом до войны, до начала войны. Потому что потом продать было невозможно, ни за одну копейку. Никто не хотел ничего покупать в Грозном. Там шла битва, война. Там была просто зона смерти. Кто ж купит дом твой в зоне смерти? Поэтому надо выезжать вовремя, а не ждать, когда бомбы начнут падать. Надо слышать Святого Духа, слушать Коэн Гадоля. И слушать руководство, которое ты получаешь выше всей инструкции. И этот человек был спасен. Вся его семья по хорошей цене продал дом. Купил в Ялте частный дом. Дом на дом поменял. Но живет в берегу моря, в субтропической зоне. Высший пилотаж. Лучше не придумаешь. А второй случай. Остались там верующие. Но они молились. Они перепуганные. 24 часа в сутки сидели в молитвенном доме. И когда Грозный обстреливали градами, ракетами, корреспонденты все время снимали, как на их улице торчали ракеты, ни одна не взорвалась. Просто десятки ракет, ни одна не взорвалась. Ни одна. Почему? Потому что в подвале сидели люди божьи и кричали, помилуй, Рахем, Рахем. И Рахем является в свое время. Но вот вопрос. Вы хотите под бомбежкой, да? Или вы хотите в таком укромном, тихом месте? В тихой гавани, как говорили старые верующие. Вот это ваш выбор сегодня. И грядущий идет. Идет. Шаги его слышны. И мы верим, что в течение этого короткого срока мы подготовимся к встрече. Конечно, подготовка будет более интенсивная, чем сейчас. Конечно, ваша жизнь изменится. И она не будет похожа на то, что сегодня. И вы изменитесь так же. Вы не будете сами себя узнавать. И встречающие вас будут вас узнавать. Потому что на вашем челе загорятся буквы имена Всевышнего. Имена Сына Всевышнего. Это то, чем ангелы отмечают 144 тысячи ешурунов, шайфтимов, назиров и назареев, и судьи, и священников коэнов. То есть избранные из избранных. Из званных. Много званных. Но мало избранных. Конечно, 144 тысячи это немного. Но это то число, которое нам названо в Священном Писании. И оно является полным числом. И дальше названо несметное количество верующих, которые просто будут спасены. Без печатей, без регалий, без венцов, без особых почестей. Одесную на трон никого из них никто не посадит, конечно. И они просто войдут в число спасенных народов. Это произойдет в течении великой скорби, когда люди будут взывать от севера до юга, от востока до запада. Помилуй, помилуй, помилуй. Спасенные по милости это одна категория людей. Но спасенные по воле и живущие, принявшие Шоа спасение и служащие Всевышнему Духом и не на плоть надеющиеся, это другая категория. Как апостолы отличались от других верующих, так и эти люди отличаются от всех остальных. И поэтому не ищите похожести где-то там в церквах, в собраниях. Вы не похожи ни на кого. Вы уникальные, неповторимые. Вы удивительные. И на самом деле это так. Я очень рад, что некоторые начали ролики снимать, видео и выставлять в Фейсбуке. Для меня это благословение. Когда я вижу человека, который наполнен Святого Духа, это лучшая проповедь для нашего поколения. Когда эти котики, цветочки, лютики, желтые осенние листья, я на пляже в купальнике, я на кухне со сковородой, это все не впечатляет. Это все в мире происходит. Но покажите этот свет, который внутри вас. Он не тьма ли случайно, а? Или вы просто носите имя, что я дитя света. Если ты дитя света, то тогда и свет виден из очей. Лучи. Фотоаппарат засвечивается. Скоро у вас будет трансляция белый свет. Из света голос. Потому что мы идем к этому 900 дней. Это хороший марафончик. Я люблю марафоны. Я беун. Я долго могу бежать. Как пел один. Я буду долго гнать велосипед. Ну, хорошо. Я очень за него рад. Что велосипед долго гнать не каждый может. Нужна какая-то энергетика внутри. Кто ездил дальние дистанции, бегал марафоны. Я бегал 5 километров, поэтому я знаю, что это такое. Я прибежал, конечно. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Нас было двое. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Я еще один толстячок. Ха-ха-ха-ха-ха. Но мы добежали до финиша. Все, была цель поставлена и достигнута. Ха-ха-ха-ха. Все лоси, как махнули, то я их только видел. Ха-ха-ха-ха-ха. Они уже пообедали и легли спать. А я все бежал. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Так что я марафонщик очень-очень опытный. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. А эта дистанция 900 дней, она мне очень нравится. Только заговорю о ней, и сразу Дух Святой наполняет. А вас еще нет, потому что вы не поняли. Для этого откроем 1 Фессалоникийцам. Послание апостола Шауля, посланника Назира Шауль, который ходил в духе Шемшона и рвал все вокруг себя. Это мощнейший, мощнейший дух. Мощнейший Ешурун. Один из избраннейших. И готовится мне венец праведности Циткейну, который Всевышний приготовил не только мне, но всем, кто любит его. Конечно. Конечно. Любящие исполняют закон. Другое признака любви нет. То, что вы говорите, я тебя люблю, он смотрит, а закон исполняешь? А что ж ты тогда брешешь? Что ты мне лжешь в лицо? Лжецы будут в огне. Поэтому не надо говорить Богу, я тебя люблю, если ты не исполнил заповеди. Твоя любовь должна быть доказана. Плод духа. Сегодня по плодам узнаем всех. А вы меня, я вас. Итак, фессалоникийцам из еврейского Нового Завета в переводе Давида Стерна таким. Глава 1 Просим тебя, Всевышний, благослови слушающих слова, благослови проповедующих слова, благослови исполняющих слова, и благослови противящихся слову твоему. Во имя Иль, Гэй, Вау, Гэй, Шуа. Амин. Ачауля. Силы, Силуана и Тимофея. Кому? Мессианской общине фессалоникийцев, находящиеся в союзе с Всевышним Элогим и Адонаем, Мащехом, Юдей, Вау и Шуа. Благодать вам и Шалом. Фессалоники – это древний город, находится в северной части Греции. Сегодня называется город Салоники в Македонии. Интересное место. Как Шауль достиг туда, так далеко заехал, что там образовалась целая община. Он написал этой общине два мощных послания. Все они касаются последнего времени. Слушаем. Мы всегда благодарим за вас Всевышнего, постоянно упоминая вас в своих молитвах. Вспоминая перед Всевышним, Элогим нашим, то, что наш Адонай, Мащех, Юдей, Вау и Шуа, сотворил вас, как ваше доверие производит дела или плоды. Ваша любовь производит усердный труд, а ваша надежда – стойкость. Стойкость. И так он называет три важнейших проявления Святого Духа, которое дается на пользу верующему Вишуа человеку. И первый стоит доверие или вера. Доверие или вера, она производит дела. Как Ишуа сказал, если вы скажете горе, и не усомнитесь, будет. Чего не попросите, с верой будет. А если будете просить, сомневаясь, да не думает такой человек вообще что-то получить от сегодняшнего. То есть, надобно это условие, условие, евреям 11, надобно, чтобы всякий, всякий, включая апостола, пророка, учителя, пастора, евангелиста, дары вспоможения, всех, всех, все девять, или уже, мы понимаем, двенадцать колен, двенадцать даров, должны работать в служении Всевышнему на земле. То есть, если говорить прямо, то 2018 год, конец 18-го, начало 19-го, 20-й год и 21-й до середины своей, это время высочайшей, время, высочайшей активации, время активации, активации, даже пишу прямо под диктовку, время активации даров Святого Духа. Когда-то Шауль написал Тимофею, Тимофей, не не ради, а пребывающим в тебе даровании, которое в тебе через мое рукоположение, то есть, я имеющий веру, передал тебе эту веру, и ты в ней пребывай. Эта вера была в твоей бабке, возможно, что Шауль на нее руки возлагал и молился, чтобы была вера. Эта вера была в маме твоей, такая же вера и в тебе. вера передается через возложение рук апостолов, как дар, как наш актив. То есть, у меня в активе есть вера. Почему? Я знаю. Если хотите, Бог так сделал, что на мне есть помазание Вилкерсона. Я его взял, мантию Вилкерсона, который ходил по земле как евангелист исцеляющий. И это известный человек, все его знают, он вошел в историю христианства. И он был помазан всевышний. И умирая, он умирал неожиданно, передал помазание своему водителю, который был у его тела, и как Елисей схватил этот дар. Помазание, которое на тебе да будет на мне. И он проводил Вилкерсона, закрыл ему глаза. И Вилкерсон испустил дыхание, а помазание почило на этом человеке, водители Давида Вилкерсона. Потом прошло время, этот водитель кстати не употреблял этот дар, он не знал что с ним делать. Но однажды в кругу христиан он делился этим и сказал я взял помазание которое было на Вилкерсоне и вот всю жизнь я молюсь и спрашиваю для чего это мне Господи ты дал куда его применить я не знаю я водитель я не апостол я не евангелист я плохо знаю писание но вот как-то ну не вижу где употреблять такой интересный человек и тут одна девушка услышав этот рассказ закричала дух который на тебе да будет на мне и схватила его чтоб он передал ей и он передал ей и эта девушка сидела у нас но уже не девушка женщина сидела в офисе эту историю рассказывал я перескочил через стол схватил ее руки положил на себя и сказал дух который на тебе от всевышнего да будет и на мне и таким образом я верю что мантия это здесь но это дало мне пользу конечно потому что всю свою сознательную жизнь уже 20 сколько-то там 4 года я провожу в непрестанном служении непрестанной молитве непрестанном благодарении непрестанном активном в активном состоянии я активирован уже всевышним активирован было пробуждение в Таллине Таллине 80-е годы и я поехал туда и я нашел лидеров в пробуждение и попросил чтобы они передали мне помазание потому что я специально приехал чтобы они возложили руки на меня и передали дар который у них есть там мощнейший двигался дух святой мощнейший кто знает кто не знает почитайте пробуждение в Таллине в гугле повгуглите и вы узнаете с удивлением что в течение года двух было такое движение святого духа что вокзалы были забиты Таллинский железнодорожный вокзал забиты людьми с колясками инвалидными креслами костылями и прочее церковь очередь стояла с ночи чтобы попасть на утреннее служение по 50 тысяч приезжали люди по 5 тысяч приезжали но это вообще это такого в Советском Союзе не было и конечно это остановили коммунисты они запретили эти собрания потому что не могли понять какой силой там исцеляются слепые хромые глухие и неизлечимые болезни уходят за секунду раки я был дома у одной из женщин у нее 4 вида раков ушло 4 вида раков ее принесли туда но за мгновение все 4 вида рака покинули ее тело навсегда вот такое помазание на мне Таллинского пробуждения и я все собирал и собирал помазание и Ульфа Экмана и Алексея Ледяева там ко всем ездил и говорил давай вот дух который на тебе да будет на мне вдвойне и вот насобирал я так понял что на 900 дней должно хватить могу вам передать если вы готовы принимать абсолютно не жалко абсолютно потому что Всевышний не мерою дает святого духа не мерою мы еще не достигли ну последняя моя выходка это я схватил Ешуа заризы и сказал дух который на тебе да будет на мне вдвойне это была последняя моя выходка потом я испугался упал на колени и сказал Ешуа ты меня простишь а он улыбнулся и говорит ну что ты что ты написано не мерою отец дает духа конечно я только рад и написано дела которые я сотворил вы больше сотворите больше больше я вот жду все время жду 40 лет когда это больше будет и вот сегодня я это понимаю наступило время наступило время большего время громко скажем время активации даров время проявления невиданной силы божьей на земле через ешурунов шефтимов и назиров кто не понимает поуглите кто понимает поалилуйте фашисты зиговали они выбрасывали руку и кричали зиг хай а мы а мы аллилуйя мы кричим аллилуйя аллилуйя аллилуйю хей вау аллилуйя хей аллилуйя хей вау это слово вечное его будем вечности провозглашать вечно дым ее поднимается во веки веков фух какое мощное слово прям аж прямо протекло через дух ух хорошее слово аллилуйя алли это хвалите юдей волгей хвалите бога по-русски или в оригинале а линии в коем случае них и холи тогда будет проклят юдей волгей никогда такого не скажите у всех харизматы говорят холли неправильно евреи если услышит он от вас убежит скажет это люди проклинают всевышнего никогда к ним не пойду евреи знаешь али али и такое украинское юдей волгей слав юдей волгей прослав юдей волгей вот такое чудесное мощное слово и это время активации даров каких-то в первый дар который нам надо активировать срочно многим потому что у вас он у вас уже практически это вера вера производящие дела сказала стала сказал евро прийти пришли вон столе лежат сказал доллару прийти пришли он столе лежат сказал ривни иди так потоки каждый день не останавливается по чуть-чуть по капельке не говорю что много чтобы не подумали меня ограбить по чуть-чуть по капельке но 1 евро это же евро 1 доллар это все-таки доллар они начинают высвобождаться потому что я верю в числа шестью нулями нам понадобится вершинами несколько таких вот запасов с шестью нулями нам нужно будет там недвижимость нам нужно будет там за год приехать до пришествия и начинать уже активацию примерно за это может даже и раньше вот и потом нам нужно подготовить аэродром для и шарунов которые прилетят но виза 90 дней вот на 90 дней вам больше не надо там ничего берете визу на 90 дней заехали и все уехали уехали прямо в небо на глазах у изумленных таможенников будут смотреть и изумляться потому что всевышний приведет все поколение земли в изумление когда-то он изумлял людей через шимшона самсона через пророка йоханана крестителя когда-то изумил всех через ешоа машеха что до сих пор удивляются изумлял через апостола учеников а сегодня нашит наш черед небо смотрит на нас небо аплодирует давай 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 один брат был на небесах и говорит что там я видел сон мы уже спасенных которые вот смотрят в центре это стеклянное море это как телевизор и там видно где и шаруны бьются борются и особенно в центре внимания конечно я решила им и наше собрание там и конечно они нам подбадают давайте давайте двигайся 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 активируйся активируйся давай 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 что теплоход михаил светлов тут у все 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 и потом будешь кричать черт поделить и черт тебя поделет так что мало не будет поэтому первый дар который нужно активировать это до веры веры или доверия всевышнему который производит дела дела невозможно без веры угодить всевышнему ибо надо бы на чтоб всякий 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 приходящих всевышнему веровал надобно чтоб ты веровал не потерял веру не утратил не растратил не осуетился не ушел в страхе депрессии лекарства пиво водку и коньяк найм ты назир ты посвященный ты трезвый ты наполненный святого духа и мудрости и поэтому ты будешь эффективным в двадцать первом веке и как было в первом веке так будет 21 и как начал господь веру шалами так веру шалами и закончит все больше другого нет плана нету просто не существует поэтому время активации даров святого духа активируется двера вера которая производит дела вера производящие дела поверишь получишь не поверишь не получишь кто будет веровать шоа кто не будет веровать гибель х м х м за неверие тоже будет награда но она вам не понравится а за веру награда который мы стремимся достичь нам очень нравится нам очень 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 нравится вера производящие дела вера производящие дела вера действующая любовью поэтому второй плод духа это любовь любовь как пишет апостол которая производит усердный труд то есть любовь движет нами почему я не сплю ночами из любви к господу почему я в слове пребываю из любви господу почему я вам служу я бы мог чем-то другим заняться ну я люблю господом я попросил это дело и я из любви господу усердно тружусь ежедневно я форме я не в больнице не переломанной ногой не где-то рак у меня там или еще что-то хотя я уже в возрасте человек я конечно тоже уже чувствую плоть и усталость и бывают моменты моей слабости моей немощи но я знаю что он поместил меня веру производящую дела и он поместил меня любовь для усердного труда поэтому я буду ну так скажу смело самый усердный на земле хочу быть хочу как павел пишет подвязаюсь многие бегут на аресталище но награду получает тот кто первым побежал поэтому ревнуйте быть первыми первыми прибежать и принести усердный труд произвести дела достойные всевышнего и третий плод который нам нужен это доверие надежда 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 порождает стойкость так написано надежда ваша породила стойкость надежда это то что он цементирует веру с любовью и делает нас как монолит камень скала неподвижный горы окрест ярушала им а адонай окрест боящихся его надеющиеся на всевышнего как гора циун прибывает неподвижно неподвижно горы окрест ярушала им а адонай окрест боящихся его ой вы кричите поэтому салоники в греции македонии это родина между прочим александра македонского там жили героические мощнейшие люди сегодня конечно деградация произошла рима где жили римская великая империя и римляне покорители мира они конечно деградировали превратились пузатых усатых пьющих вино и блудливых мужиков салоники тоже выцвели где сегодня всевышнему искать воинов вот здесь в интернете в интернете завтра в 11 миньяны юга и запада соберутся я специально каждый день посещаю и смотрю у нас зарегистрировал северный миньян там сколько-то уже больше ста человек а комментариев 34 о чем это говорит что люди еще на севере спят комментарии это ваше как бы да или нет омолчание это всегда вызывает подозрение что этот человек уснул умер что с ним он меня ненавидит не хочет отвечать общаться зачем тогда в группу вошел непонятно и вот вызываются вопросы ну естественно мои молитвы разбуди и господи пробуди всевышний коснись их сердец оживи ешурунов севера ешуруны запада я уже говорил по пожертвованиям вашему знаю вас то есть я вижу кто живой кто мертвый мертвый западном меня не тоже там десятка десятка два людей и живых по пальцам можно пересчитать это неправильно это неверно и это показатель это плоды я узнаю людей по плодам я смотрю ваши странички фейсбуке что вы там постите ваш круг интересов и вижу что вы еще плотские а плотскому никогда не понять духовного никогда и между нами начнет увеличиваться расстояние потом вам будет не интересно это слушать вы скажете то это выдумщики а на самом деле а вдруг не придет а вдруг еще там сто лет нам жить и так далее вы пойдете своим путем я только искренне посожалею все но буду верить что из семи с половиной миллиардов на земле всевышний найдет найдет остаток 144 тысячи найдет и я в этом проекте я в этом проекте я ревную об этом и характеристики этих 144 тысяч назиров или назареев это первая характеристика вера вера и верность в малом десятина это мало это испытание для вашей для вашего послушания не послушен малом не послушен во всем закон это тоже малое что такое исполнять закон да это ничего не стоит это абсолютно спокойно со святым духом исполняет но это мало если ты в нем не верен кто же тебе даст больше ну кто сегодня документы выдают мне прислали там сертификат дан там ивановой такой секой в том что она имеет право возлагать руки на больных исцелять их вызывает только смех и это дно уже дно дно харизматической религии и те кто с этим сертификатом они на самом дне конечно никаких исцелений там не будет и никакой славы там всевышний не явит будет может насморк уходить там по по милости но не поверить вы не знаете что такое вера потому что верить может только человек духа человек который умер уже для плоти ему не нужны сертификаты ему ничего не надо он всем обеспечен абсолютно не надо ваше одобрение или осуждение на него это не действует он уже живет высших слоях атмосферы как и шо сказал я от вышних а вы от нижних и он говорил это учителям коэном священникам знатокам библии вы от нижних знание библии не даст вам силу силу дает всевышний чтобы производить дела верой наделяет всевышний чтобы явить себя и свою славу любовь она вызовет усердный труд вы не захотите больше ни на кого работы только на одного всевышнего из любви к нему вы оставите все и маму и папу и жену и детей как написано если ты любишь маму папу жену детей больше меня ты меня не достоин вот и все и плотскому это не понять никогда он говорит какая жестокость какой бог злой мальчика задавила машина знаете можно говорить все что угодно пока что еще еще есть чуть-чуть времени поговорить но лучше вам этого не говорить лучше вам этого не говорить любовь приведет нас к усердному труду и вера с любовью зацементируется надеждой и сделает нас как скала как монолит стойкими твердыми и непоколебимыми и ветры подуют они уже начали дуть ветры злые из преисподней 4 ветра будут развязаны на четырех углах земли и людям эти ветры не понравятся не понравится от этих ветров будут язвы заболевания проблемы 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 которые не решают не медицина не искусственный интеллект и всевышний посрамит все все и всех не просто умственное признание некой дом и а непоколебимая уверенность которая производит дела вот чем будет движима сегодня команда 12 колен или 12 служений всевышнего здесь на планете земля деяние 3 глава как пример прочитаю деяние 3 глава здесь как раз отличный пример как было в первом веке так будет и в двадцать первом приготовьтесь ешуруны погуляем по иерусалиму с умыслом однажды два ешуруна гуляли и навели шороха подняли такой кипиша до сих пор однажды в три часа дня во время молитв минха когда кефа йохана направлялись храм это деяние святых апостолов 3 глава в греческом оригинале этот стих буквально говорит кефа и йоханан восходили в храм в час молитвы 9 внутри часа дня это по греческому в римской системе время исчисления день начинался на восходе солнца так что 9 час наступал около трех часов по полудни согласно одному из трактатов талмуда после разрушения первого храма были установлены три молитвенных служения заместившие жертвоприношения где описывается похожая традиция развившаяся во время вавилонского изгнания эти три служения называются шахарит шахарит утра минха полдень слово означает дар приношение и морев вечер шахарит минха морев и вот они шли во время которое называется час молитвы минха минха туда храм внесли человека который с рождения был калека каждый день его приносили к великолепным воротам храма чтобы он просил милостыню у входящих во двор храма то есть великолепные ворота славянский перевод красный великолепные ворота по древнееврейскому яфе яфе красивый великолепный любой турист может войти в старый город иерусалима через ябские ворота они так и называются сегодня ябские ворота красивые ворота великолепный ворот они находятся в конце дороги ведущие из порта яфо город яфа и опа или и опия где отдыхал апостол кефа как-то находящегося на морском побережье к югу отеля вива и получил такое название за свою красоту здесь возможно говорится они коноровых воротах упоминающихся в мишне которые вели от двора язычников женский двор храма ну это было место где много людей шли храм такая удобно удобное место для нищих увидев входящих кефу яхана но он попросил у них денег однако они внимательно посмотрели на него и кефа сказал взгляни на нас коллега внимательно посмотрел на них ожидая что-нибудь от них получить кефа сказал у меня нет ни серебра не золото но то что у меня есть даю тебе во имя маши яха юдей ва вишуа из нацерета ходи и взяв его за правую руку кефа помог ему привстать в тот же миг его ступни и голени окрепли так что он вскочил немного постоял и начал ходить затем он вошел во двор храма вместе с ними идя и подпрыгивая славя бога все видели как он идет и восхваляет всевышнего они узнали в нем того самого человека который прежде сидел и просил милостыню возле великолепных ворот храма чрезвычайно поразились и пришли в недоумение того что с ним произошло он же не на шаг не отходил от кефа яхана на и весь народ в изумлении сбежался к ним колонаде шломо видя это кефа обратился к народу люди израиля почему вы удивляетесь этому и почему вы неотрывно смотрите на нас словно это мы своей собственной силой или благочестием сделали так или у нас сертификат есть на исцеление что я имею право возлагать руки исцелять больных что она смотрит нет у нас никаких сертификатов нету нигде не учились ни в одной библейской школы только общались и шо и продолжаем с общаться невзирая что он стал невидимый но святым духом он с нами почему вы на нас смотрит словно это мы своей собственной силы или благочестием сделали так что этот человек ходит бог авраама и цхака и якова бог наших осцов прославил своего слугу юдгей вавгешу ага мащеха того самого которого вы предали от которого отреклись перед пилатом после того как тот решил отпустить его вы отверглись святого и невинного а вместо него попросили оставить живых убийцу вы убили создателя жизни однако всевышний воскресил его из мертвых все мы этому свидетели и потому что мы верим скажите всем верим громче верим вот почему мы верим в его оригинальное вечное имя она имя укрепила этого человека которого вы видите и знаете да именно вера приходящая от куэнга доля почину малки цедыка и шоа мащеха полностью исцелила его на ваших глазах вот так вот так вера вера покажи мне веру из дел своих я думаю что вот это 900 дней нам будет очень интересно жить мы проживем так ярко и сильно как никогда еще никто не жил на земле напоследок он наставил лучшее вино и мы будем его пить и поить народы лучшим за которое не стыдно по 500 долларов за бутылку никто не пьет из простолюдинов такое а мы будем даром разливать даром даром пожалуйста даром пейте приходите ешьте идите на царский пир он приглашает вас садитесь за стол и вкусите и узнаете как благ всевышний бог ютей и вот эта вера вера плод духа апостолов она произвела исцеление это вера вошла в этого человека калеку больного и произвела исцеление и так братья я знаю что вы равно как ваши руководители не понимали всей важности того что делали всевышний же таким образом осуществил то что прежде предрекал через всех своих пророков а именно что его мащех должен был умереть поэтому раскайтесь и вернитесь к всевышнему чтобы загладились ваши грехи чтобы пришли от лица всевышнего времена обновления и чтобы он послал предназначенного вам маши их а то есть ешуа эра маши их а мессианская эра пришло время раскаяния добрых дел пришло время обновления восстановления истинной власти и истинного порядка вот чему призывает апостол и мы он должен оставаться на небесах до тех пор пока не настанет время восстановить все как уже давно говорил всевышний через святых пророков поскольку сам маша и сказал пророка из твоей среды из твоих братьев как меня поставит тебе адонай слушайте все что он будет говорить вам всякий кто не послушает этого пророка будет удален из народа и уничтожен все все вот это евангелие благая весть сегодня вы не услышите только здесь и еще кое-где не так популярна эта новость что вы будете удалены из народа вообще стерт из лица земли из памяти человечества да так будет всякий кто не послушает пророка ой-вей ой-вей дальше в самом деле все пророки начиная со шмуэля самуила все кто были после него предсказывали предсказывали эти дни эти дни то есть дни первого века тридцать третий год от рождения еще машина новой эры все пророки от шмуэля все были кто против после него предсказывали эти дни вы сыновья пророков и состоите в договоре который всевышний заключил с нашими отцами когда сказал врагам у всеми не твоем благословятся все племена земли и воскресив своего слугу именно к вам первым всевышний послал его чтоб он благословил вас отвергнув каждого из вас от ваших злых дел вот проповедь нового завета как говорят нового но это проповедь вечного завета она не отрезает старое и новое вам нужен иисус вам нужен только это нет вы уже имеете договор всевышний теперь вам нужно примирение всевышним через ешуа прощение ваших грехов очищение вашей совести для добрых дел и дар святого духа это обовесково обязательно без этого дальше никуда вы сыновья пророков и состоите в договоре все он не сказал что вы еретики религиозники и так далее он не воевал с ними он говорил то что есть на самом деле и это чудо сотворенное привело в движение весь иерушалайм это чудо сотворенное смотрите 4 глава когда кефа йоханан беседовали с народом к ним подошли коганим начальник стражи храма и цадуки им они были крайне возмущены тем что те учили людей доктрине воскресения из мертвых и приводили в качестве доказательства пример ешуа садуки им это садуки и отрицавшие вообще доктрину воскресения из мертвых то есть они читали книгу видели фигу то есть они не верили вообще не в ангелов него что стража храма задержала апостолов и так как был уже вечер их посадили в темницу до утра однако многие слышавших проповедь поверили одних мужчин было около пяти тысяч на следующий день я решила не собрались правители города старейшины учителя торы а также к н ага доль анан каяфа йоханан александр и другие члены семьи когана ага доля они распорядились чтобы не привели посланников спросили какой силой и чьим именем в это сделали тогда кефа наполненный руаха кудыш сказал им правители старейшины народа если нас сегодня допрашивают связи с добрым делом совершенным для искалеченного человека если вы хотите знать как он исцелился тогда да будет известно всем вам и всему народу из строили что именем маши яхаю дэйва вышла из нацир это которого вы казнили на стойке как преступника но которого всевышний воскресил из мертвых этот человек стоящий перед вами был полностью исцелен этот ешуа камень отвергнуты вами строителями который стал краеугольным камнем ни в ком другом нет шуа как нет другого имени под небесами данного людям которым мы должны спастись видя что кефа йоханан ведут себя смело смело не смотря на то что они были не образованными am garret am garret то есть это провинциалы это не священники не окохан они не учились люди земли и простолюдины обычные видно было по одежде по всему это обычный простолюдины но они так говорят смело все удивились и вспомнили также что это же те кто были с ешуа более того поскольку прямо перед собой они видели исцеленного человека они уже никак не могли поставить под сомнение это исцеление тогда они велели выйти им из сангедрина а сами стали тайно совещаться что нам делать с этими людьми спрашивали они друг друга ведь всем веру шала имя ясно что ими совершено необычное чудо мы никак не сможем это опровергнуть но для того чтобы не распространялась дальше среди народа давайте прикажем им больше никому ничего не говорить в это имя и они вновь позвали их и велели ни при каких обстоятельствах больше не говорить и не учить во имя ю и бал и шуа видите как против имени война уже 2000 лет идет поэтому не так все просто однако кефа и йоханан ответили судите сами правильно ли перед всевышним слушать вас больше нежели всевышнего что же касается нас мы не можем не говорить о том что мы на самом деле видели и слышали те стали еще угрожать им но в конце концов отпустили не могли их наказать из-за народа потому что пять тысяч уверовавших стояли под окнами если бы что-то не так они бы разнесли эту синагогу потому что все прославляли всевышнего заслучившиеся так как человеку который был чудесным образом исцелен было уже за 40 как только их выпустили они возвратились своим друзьям сообщили о том что им сказали руководящие коганим и старейшины услышав это они в едином порыве воскликнули всевышнего стали молиться владыка ты сотворил небеса землю море и все что в них устами нашего отца давида слуги твоего ты сказал посредством руаха кодэш почему не иствовствовали народы племена строили тщетные планы цари земные восстали правители свящаются вместе против адуная и против его мощи а эти слова сбылись в этом городе так как пират и понти пилат вместе с двоим и народами израиля собрались против твоего святого слуги ешуа которого ты сделал мощи а чтобы осуществить то чему ты в своей власти согласно твоему замыслу предопределил произойти и теперь всевышний обрати внимание на их угрозы и позволь рабам твоим нести твою весть со смелостью протяни свою руку чтобы исцелять и совершать знамения и чудеса именем твоего святого слуги и и вам еще они все еще молились как вдруг то место в котором они собрались затрясло и все они наполнились руаха кодэш и говорили божью весть со смелостью нас собирает веру шалаими на том самом месте на горе цион где проводили собрание первые апостолы ученики там и мы соберемся чтоб исполниться руаха кодэш и говорить слово со всей смелости и молиться так что земля будет трястись от этих молитв конечно у них было место собрание 24 часа деяние 242 ежедневное собрание ежедневное причастие ежедневное учение ежедневные молитвы ежедневные свидетельства это сила сила первоапостольской церкви не отлучайтесь из ярушала им а ждите обещанного от отца и они ждали 120 человек но когда они дождались на шавуот когда сошел рога кодэш в силе когда явилась хина в виде огня и дыма когда звук шафара архангела раздался над ярушала им а все евреи бежали из храма туда где проходило собрание этой поместной общины и три тысячи человек мгновенно уверовали и где три тысячи человек собираться это было большое помещение конюшни царя соломона помещение которое принадлежали храму но сдавались в аренду и они платили деньги этим когеном чтобы арендовать это помещение и никто не мог их оттуда выгнать до семидесятого года семидесятом году они оттуда ушли ушли потому что дух святой вывел всех учеников всех и римляне не убили ни одного рожденного свыше потому что их там уже не было они продали по хорошей цене дома они продали еще раньше дома сложили к ногам апостолов цены и так далее у них был хороший общак и хватало на всех и вся мишпаха пошли фома в индию андрей в украину к славянам это туда тот на юг тот на север с ними пошли ученики и вот эти рассеявшиеся ходили благовесыли засевали всю землю а мы плоды их труда мы жатва наступила через две тысячи лет и жатва это кончина века мы плод их веры молитвы и труда и нам это очень приятно очень весьма весьма хорошо слышу весьма мазал то мазал 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 то галатам и причастие будет послание галатам освежим в памяти вы это знаете конечно пятая глава но надо освежить я весь горю слушайте просто что же будет через 100 дней если я уже горю через 100 дней наших ежедневных собраний онлайн гаджеты начнут плавиться плата ведь потому что энергетика будет умножаться и возрастать свобода пишет апостол шауль церквам галатии свобода вот ради чего освободил нас маши поэтому будьте тверды и не позволяйте вновь надеть вам ярмо пятидесятничество баптиства православие католицизма не надо вам это никакого ярма не надо вы свободные люди ешуруны никому не подчиняйтесь только всевышнему всего один есть коген гадоль навеки по чину малки цедека а я его коген я в команде коген гадоля и конечно некоторые любят так свою церковь своего пастора что они никогда на это не согласятся не трогайте их пусть идут своим путем идут своим путем все не буду дальше говорить свобода вот для ешурунов что важно вы выйдете на свободу во всех сферах своей жизни мышление веры совести поступка но все во всем будет свободу полная свобода все зависимости упадут мир как говорил григорий савович сковорода ловил меня ловил и не поймал реша скоро встретимся его и самович чудесные вот так люблю это такой мой любимый философ вот философом не люблю всех а вот григорий савич от мой 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 авторитет молодец умничка вот такие писал от почитать его кто-то труды если время найдете но он такой и шуруну молодец умница свобода вот ради чего нас освободил машех поэтому будьте тверды и не позволяйте вновь навязать вам ярмо рабство что непонятно не позволяйте вы детей на свободу полностью во всех сферах во всех во всех во всех отношениях не оставайтесь должными никому ничего кроме любви все всех прощайте благословляйте придет час все увидим кто говорит что я лжепророк и я предсказываю даты и вдруг они не состоятся вот уже были такие лжепророки люди на горку ходили в белых халатах все продавали и ждали миссию и так никто не пришел но знаете и знамения пророки же не сами по себе они ориентируются знамениями которые всевышний положил своем слове ли это слово открывается не всем а рабам его пророком поэтому верьте господу и его пророком его пророком много тех кто называет себя пророки но не является поэтому верьте тем кто является не позволяйте навязывать вам никакое ярмо рабство запомните мои слова я шауль говорю вам что если вы совершаете обряд брит мила то есть обрезание тогда машех не даст вам никакого преимущества еще раз предостерегаю вас всякий мужчина совершающий обряд брит мила обязан исполнять всю тору вы стремящиеся к тому чтобы всевышний признал вас праведными циткейну на основании законничества отделились от маши яха вы отпали от божественной благодати то есть тут надо соблюдать баланс не уклониться в еврейство иудаизм я одного мессианского пастора как-то спросил ты и у действующих христианин или христианствующий иудей ничего не ответил до сих пор айвэй потому что это надо выяснить кто ты мы же мы же силой рога кудеш действующего нас по причине нашего доверия и верности с уверенностью отжидаем исполнения нашей надежды достигнуть циткейну праведности когда мы в союзе с машехом еще а не имеет значения обрезанным или нет истинное значение имеет вера доверие верность проявляющиеся в любви вы хорошо бежали дистанцию кто же остановил вас чтобы перестали следовать истине какие бы методы убеждения он не использовал все это нет призвавшего вас достаточно немного хамец чтобы заквасить целый замес теста хамец это квасное это с дрожжи это то что надо на песок уничтожать было в каждом жилище если в жилище находили хамец человека нужно было побить камнями за непослушание я убежден что поскольку вы в союзе с всевышним вы не станете думать иначе я также убежден что тот подоставлял вам беспокойство кем бы он ни был понесет должное наказание что же касается меня братья если по-прежнему проповеду о необходимости обрезания почему же они меня до сих пор преследуют если бы это было так когда моя проповедь о кресте не вызвало бы никаких нападок хотелось бы чтоб люди докучающие вам пошли до конца я скопили себя уже пусть отрежут всего ибо вы братья были призваны к свободе только пусть это свобода не станет поводом для того чтобы позволить своему старому естеству добиться своего лучше служить и друг другу в любви поскольку суть всей торы можно выразить в одном предложении люби ближнего как самого себя если же вы по-прежнему гневно спорить и друг с другом и разрываете друг друга на части берегитесь иначе вы можете погубить друг друга я хочу сказать этим вот что своей жизни руководствуетесь руах кодиш сегодня уже на много раз это слово звучит руах кодиш руах кодиш вот вот что чего надо держаться и чем наполняться тогда вы не будете исполнять прихоти старого естества то есть руах кодиш вам все 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 объяснит все абсолютно если только вы его слушаете поскольку старое естество желает противоположно тому что хочет руах кодиш а руах кодиш противоположно тому что хочет старое естество они противостоят друг другу так что вы имея добрые намерения не можете исполнить если же вас ведет руаха кудеш тогда вы не находитесь подчинение системе которая возникла в результате искажения торы и превращение ее в законничество то есть не закон виновен а применение закона людьми вот проблема а сам закон он добрый это наша безопасность это территория святости кашрут то что делает старое естество совершенно очевидно суть его проявляется в сексуальной безнравственности нечистоте и непристойности видала поклонстве употребление наркотиков в оккультных целях во вражде 40 ревнивости раздражительности в эгоистичных стремлениях разделениях интрига зависти в пьянстве распутстве и тому подобное предупреждаю вас и я вас предупреждаю и себя конечно предупреждаю вас теперь как уже предупреждал раньше поступающие так не будут иметь участие в числе сто сорок четыре тысячи естественно и даже в царстве всевышнего хоть хочу не будут иметь участие 22 стих наизусть выучки это естество всевышнего это наше естество нового человека плод же духа руаха кудеш то есть что производит руаха кудеш для чего он был послан и какой смысл быть исполненным святого духа что производит руаха кудеш его плод любовь радость шалом терпение доброта милосердие раха верность вера смирение самоконтроль ничто вторе не противоречит этому кроме того те кто принадлежат маши их еще придали смерти свое старое естество с его страстями и похотями на стойке казни на кресте так как благодаря руаха кудеш мы имеем жизнь давайте изо дня в день руководствоваться в своей жизни руаха кудеш мама дорогая мама плохому не научит руаха кудеш давайте своей жизни руководствоваться и за дня в день и сегодня в пятницу шаббат шалом и встречаем шаббат шалом радостно восклицаем поздравляем благословляем благодарим всевышнего за этот чудесный замечательный день который он отделил от всех других дней на неделе чтобы шесть дней наших были отличными от седьмого а седьмой был не похож на 6 и седьмой день связи с тем что и государство так принято это отдыхать субботу воскресенье большей части стран то вы имеете время особенной близости с ним если ура ху кудеш вы не услышали в суете шесть дней то седьмой день это как раз куда вы не спешите вы что-то пропустили на этой неделе что-то мимо вас проскочила к эта информация что-то рыба говорить я его не могу мне как поймать возьмите за неделю наши шесть уроков и прослушайте это займет всего-навсего там сколько по два часа урок полтора это займет не так много времени 7 часов и вы проведете шаббат во с присыпочкой потому что мы так уже живем я имею такую привилегию благодарю всевышнего что я живу изо дня в день руководствуясь своей жизни руах а коды давайте не будем превозноситься раздражая друг друга и завидуем как хорошо завершить этот день причастием мы защищаем себя свою жизнь жизнь своих детей жизнь близких родных и жизни наших соседей окружающих нас нашего города потому что если 10 ешурунов в городе то безопасности город и если адонай не охранит города то напрасно бодрствует страж если адонай не созидит дома то никакие психологи консультанты вам не помогут